Добрый вечер! Что для меня значит День Независимости? Это именно значит, что День Независимости Украины. Я никогда не был сторонник Советского Союза, может потому что там жил. И всегда считаю, что это в общем-то ошибка. Я знаю, что некоторые чудики любят меня обвинять в том, что я типа за совок. Ушибаетесь, друзья мои. Если я не хвалю эту власть, то это совсем не значит, что я за собой. Как раз я против Совка. Эта власть сама любит Совок. Я же вам говорил, что кто вышел на Майдан? Любители Совка. Вышли на Майдан все любители Советского Союза. Не удивляйтесь того, вот кто вышел. Они же хотели все, как в Советском Союзе, но правда ничего не получили. Понимаете, какая ситуация? Я считаю так. Я не за Россию, не за Европу, я за Украину. Понимаете разницу? За Украину. В отличие от нашей власти. В отличие от того, кто вышел на Майдан. В отличие от того, кто не вышел на Майдан. В отличие от того, кто кричит «Европа наш выбор». В отличие от того, кто кричит «Россия наш друг». Нет. Украина наш друг. Ну, лично мое мнение, можете верить, можете соглашаться, это ваше конечно соглашение, я считаю, что Советский Союз это историческая ошибка, ну Гумилев тоже так считает, 70 лет мы потеряли, с моей точки зрения Советский Союз не должен был состояться. Распалась Российская империя, Российская империя по своему возрасту близка к Османской империи, ну Австралии и другим империям, она должна была распасться, она встала, она пережила себя, любая империя имеет свои, так сказать, этапы, и уже в 17-м году она не потому, что Николай был плохой, да нет, любой царь, который был бы, ну, этим бы закончилось. Ну, так случилось, что исчезла одна империя, появилась вторая, Советская Союз, от империи именно Российская, но она через 70 лет распалась, понимаете, очень немножко специфика, я, к сожалению, хорошо знаю историю, это недостаток, понимаете, для истории 70 лет это секунда, доля секунды. Что 70 лет? Вы никогда не задумывались, сколько была трипийская культура? Ну, некоторые считают 4,5 тысячи лет, представляете? 70 лет. Сколько была, ну, Российская империя, 300 лет. Сколько была Римская империя, почти 400, ну, там, византийская еще больше. Понимаете, 70 лет это немного для истории, к сожалению, это 70 лет потерять. С моей точки зрения, конечно, было бы хорошо, чтобы независимость Украины сейчас была не 24 года, но хотя бы 100 лет, это было бы хорошо. А лучше 110-115. Почему? Теперь самый сложный ответ. Да, действительно, когда произошла вот эта вот развала Советского Союза, я сразу говорю, никто не ожидал. Вот эти все разговоры американцы знали, никто ничего не знал. Честно говоря, это действительно усталость нации, усталость. Причем, через обращение внимания, Советский Союз должен был развалиться. Должен. Потому что были все против, все правые, правые, левые, средние. Мои эти перья устало. Но! Когда образовалась Украина, ну, практически было все то, что сейчас. Европа, вторая Франция, завтра мы в Европу, ура-ура! Вот все лозунги, все абсолютно. Вот сейчас, я понимаю, выросло новое поколение, она не помнит начало 90-х. По этой причине тогда «Да! Есть! Было это все! Сорос тот же проезжал!» Да, все это было. Но понимаете, в чем дело? Еще раз повторяю, я знаю историю. Понимаете, в истории никогда не происходит быстрое событие. И, к сожалению, даже когда в начале 90-х тоже были разговоры. Вот еще год-два мы станем Европой, год-два мы там станем второй Францией. Тогда Польшу было неудобно хвалить. Она была беднее Украины, не удивляйтесь. Но проходит год-два-три-четыре, а ничего не меняется. Да, действительно, в 96-м году что-то произошло положительное. Потом в 98-м все упало, в 2002-м начало что-то появляться, в 2005-м, вообще 2006-й год получился самый удачный. Потом опять кризис, потом 2010-й, 2011-й, 2013-й, сейчас опять кризис. Понимаете, в чем специфика? Для истории это нормальное время. Для истории страны, когда говорят, вот, Украина, там, ничего. Понимаете, за 25 лет любая страна, любая страна в мире, она только происходит, этап, так называемый, становление. Этап становления очень тяжелый, неритмичный. Очень часто сопрагается таким вот катаклизмом. Немножко стабилизация, развалили, поломали, перестроили. Вот. Теперь ответ. А сколько же этапов этот идет? Ну, наши политики говорят, да вот, в следующем году мы в Европе. Как 2020-м мы членом Евросоюза? Бред. Это бред. Это даже не сказать, это бред. Это бред людей, которые не знают истории. Нельзя так быстро. Мы можем стать членом Евросоюза. В 2200-м году. Соединенных Штатов Америки 200 лет, 200 лет происходило, как они стали государством. 200 лет. Точнее, 220, если уже дотошно считать. Да. 220 лет они создавались. Украине только 24 года. Соответственно, я сразу говорю, да, через 100 лет Украина действительно будет европейским государством. Точнее, европейско-азиатским. Это будет типа ближе к Турции, что-то такое среднее. Она европейская никогда не будет. Ну, порядок, обстоятельства, действительно. Но это и хорошо. Чистая Европа, она довольно-таки, ну, вы не забывайте, что в свое время, ну, в свое время, в истории есть несколько понятий старой Европы. Понимаете? И, в принципе, в истории это не всегда похвально. Европа, то, что Европа сейчас набирает эмигрантов, это спасение. Она сформирует новую нацию. Иначе она просто, ну, действительно новая, исчезнет. Украина тоже, я понимаю, что сейчас, как так же, как же вышиванки? Да при чем тут ваши вышиванки? Действительно, сейчас многие украинцы уедут в другие страны мира. Действительно, сюда приедут люди с Азии. Действительно, через 100 лет сформируется украинская нация. Ну, сам и для США. Это украинская нация через 100 лет. Она будет праздновать независимость Украины, и она будет, все будут верить, вот это настоящая украинская нация. Та сама украинская нация, которую сейчас мы видим. Кого здесь только нет. И те же татары, сарматы, кемерийцы, кто и угодно, те же поляки, те же там, черные, белая Русь, все же помешается. И сейчас это мешается. По этой причине независимость Украины есть. Украина, как независимый государство, состоялась. Но, для того, чтобы она состоялась, как полноценное государство, как живо, ну, такое работающее, реальное, к сожалению, надо много времени. Нельзя ускорить. Я сразу, ускорить нельзя. Вот это истерика. А давайте перекрасим все заборы и сразу. Нет, не получится. Время. К сожалению, время. Я понимаю, времени много. Вот по этой причине, почему я знаю историю немножко расстроенных чувств. Ну, история, вещь медленная. И действительно, через 200 лет Украина будет, нет, вторая Франция не будет, но второй Турция будет. Может даже так случиться, что она может подвинуть и Польшу. Порядом стояется. Ну, может и не подвинуть. Но то, что она будет действительно значительно стабильней, значительно богаче, значительное слово. Сформируется новая нация, которая будет говорить по такому украинскому языку. Идея будет украинская, но хотя мы видим, что там очень много каких-то украинцев новых, это тоже факт. Так что, нужно пождать сущие мелочи. Еще раз повторяю. Вот эти лозунги, давайте мы за Россию, бред. Давайте мы за Европу, бред. Давайте мы за Украину. Нет никакой разницы и никакой выгоды, что Украина является вассалом России или вассалом Евросоюза. И то, и то плохо. Пускай лучше Украина будет самостоятельна и будет дружить с Россией. И Россия будет зависеть от Украины. С Польшей. Польша будет зависеть от Украины. С Турцией. Турция будет зависеть. С Китаем. со всеми. Но чтобы она имела свою позицию и чтобы страны хотели дружить с Украиной. Ну, а не делить ее имущество. Слово сказано, в последнее время новый президент Польши там идею просит. Сделать великий союз. Создравить речь посполитов. А я продолжу ее встречное. В чем мелочи, все. Есть такая Люблинская уния. Давайте проведем референдум. Немедленно. проголосуем и в основном Люблинская уния. В чем трюк? В чем заключается в том, что автоматически в Украине находится состав речи посполитой Польши. И мы не стоим членом Евросоюза. Гениально. Вот именно такая брендовая идея и в головах у наших правителей. По этой причине Бог свидетель. Ничего и хвалить. Это не Сывок. Самый настоящий. И кто их поддерживал на Майдане? Сывок. Самый настоящий. И кто выступает за Россию? Тоже Сывок. За Украину. Тогда все правильно. И что за Украиной есть будущее. Но немножко не такое шароварное и там заборное, как это представляется, а новенькое. С новой нацией, которая действительно сформировается уже из прошлых. А часть украинцев станут другой нацией. Приселение народу. Нормальное явление. В истории каждые 2000 лет такое происходит. Обращаю очень внимание.